Всем привет! С вами канал Космостар. Получившая диплом инженера-технолога Ирада Зейналова стала одним из самых известных тележурналистов России. Корреспондент начинала с новостей культуры, по случайности попала в самую гущу событий во время наводнения в Новороссийске и с тех пор не сходила с экранов. 20 февраля Ираде Зейналовой исполнилось 50 лет и больше пол жизни она занимается журналистикой. Репортер рассказывала о стихийных бедствиях, теракте в Беслане, взрывах в московском метро, чемпионатах мира и Олимпийских играх. И за годы работы на телевидении лицо Зейналовой стало родным для миллионов телезрителей. Ведущая меняла каналы и программы, но никогда не исчезала с радаров надолго. Не секрет, что во время работы универсальным корреспондентом Ирада была вынуждена срочно срываться в командировке и надолго уезжать из дома. Как семья Зейналовой относилась к тому, что женщина не расставалась с бронежилетом и пропускала дни рождения сына. И почему брак журналиста с Алексеем Самолетовым распался, несмотря на схожие взгляды супругов на жизнь. Ирада с юных лет отличалась энергичностью. А повзрослев, развернула активную общественную деятельность, принимала в комсомол пионеров, собирала подписи в поддержку обездоленных, ротовала за освобождение несправедливо осужденных. После школы девушка получила специальность инженера-технолога и отправилась на стажировку в США. Вернувшись домой, Зейналова по приглашению подруги Ольги Кокорекиной, согласилась пойти в помощники редактора программы «Время». Вчерашний инженер работала переводчиком с английского языка и редактором, к тому же периодически появлялась в кадре. Изначально она занималась новостями культуры и самым интересным событием считала кинофестивали. Все изменилось в августе 2002-го, координатор спросил у сотрудников, кто хочет поехать в Сочи, и первый вызвалась Зейналова. Она даже не подозревала, что в тот момент творилось на Черноморском побережье, но по совету коллеги заявила руководству, что позиционирует себя в качестве универсального корреспондента. Только услышав, что борт МЧС вылетает из Раменского и рада, осознала, случилось нечто ужасное. Оказалось, прошел смерч, и погибло много людей. В Новороссийске журналистам и спасателям пришлось ночевать в полуразрушенной школе, так как в гостинице штабелями лежали на полу пострадавшие, лишившиеся домов из-за стихийного бедствия. Мы спали в обнимку с Марго Симоньян на матрасах. Набирали в колонке воду, чтобы помыть голову, в эфире ты должен быть с чистыми волосами, как бы тебе ни было тяжело и ужасно. Вода была с примесью цемента, поскольку там еще и цементный завод разнесло, так что волосы стояли колом, и вся моя одежда тоже. Нужно было выходить в эфир каждые три часа, и прилично при этом выглядеть. Единственную рубашку, в которой прилетела, я надевала только на эфир, а все остальное время ходила в майке. Так, волной Новороссийского наводнения, меня унесло из культурных корреспондентов совсем в другую журналистику, вспоминала Ирада. С того момента Зейналова вела репортажи о терактах, катастрофах, масштабных медийных и спортивных мероприятиях. В 2002-й она работала на Дубровке, в 2004-м, в Беслане, в 2006-м, на зимних Олимпийских играх. Успехи журналиста оценили по достоинству, Ирада стала лауреатом Тэфи в номинации «Лучший репортер», получила орден за заслуги перед Отечеством. В течение пяти лет женщина возглавляла бюро Первого канала в Англии и в Израиле, пока не получила должность ведущей программы «Время». А в 2016-й телезвезда перешла на НТВ, где запустила информационно-аналитическую передачу «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. По словам репортера, самым сложным оказалось не работать в зонах стихийных бедствий, а сменить бронежилет на костюмы туфли. Ты больше ни на острии атаки, ни в ткани главного события. У меня была почти ломка, когда все ехали работать в Египет, а я, как Фифа, топала на каблуках записываться на маникюр, сетовала журналист. Просто сейчас у меня задание – жить обычной жизнью. Справимся. Ирада училась в мате, который считался типично мужским вузом, так что было бы странно, если бы там ее не настигла первая любовь. Однако, о красивом мальчишке, что нашелся на спецкурсе английского, журналист упоминала лишь мимоходом. Еще бы, ведь по-настоящему сильное чувство охватило ее с приходом на телевидение. «Я пришла на телевидение переводчиком, мы строили с голландцами Ньюсрум в программе Вести. Тот, который вы сейчас видите за спиной ведущего. Я была менеджером этого проекта. Именно там я познакомилась со своим будущим мужем, репортером Алексеем Самолетовым», – поясняла Зейналова. В 90-е Самолетов уже работал спецкором Вестей и был в числе журналистов, поменявшихся местами с заложниками в Буденновске. Встретив возлюбленного в аэропорту, Ирада привезла его на Арбат, пытаясь вытащить из ужасного состояния стресса после теракта. При этом в голове Зейналова прокручивала разные мысли, и какой Алексей герой, и прекрасный человек, и что встречаются они почти год, а мужчина не спешит с предложением. Спрашиваю, Леш, а что ты меня замуж не зовешь? Он отвечает, «Ну хорошо, выходи за меня замуж. Не пойду я за тебя. Поедем в ЗАГС. Нет. Ты меня неправильно позвал. А про себя, ой, сейчас передумает», – признавалась Ирада. Впоследствии у влюбленных получился союз единомышленников, ведь Ирада тоже стала корреспондентом. Оба привыкли к долгим и трудным командировкам. Самолетов многому научил Зейналову, как подавать материал, писать тексты и работать в экстремальных условиях. Вскоре у супругов появился сын Тимур, которому с детства пришлось мириться с занятостью родителей. Очень часто командировки выпадали на день рождения мальчика, но он вел себя по-взрослому, не капризничал, понимая, что маме необходимо уехать. Кроме того, ребенок часто помогал родителям в работе, с трех лет снимался в документальных фильмах Самолетова, в школьные годы помогал переводить уличные разговоры с английского, а в Лондоне – бегал и ради за газетами. Только в период жизни в Израиле у подростка появились претензии. После школы Тимур, мечтавший стать разведчиком, поступил в военный университет, но из-за астмы не справился с физической нагрузкой, поэтому перевелся в МГИМО. Юноша уже был студентом, когда родители неожиданно объявили о расставании. Впрочем, для Ирады это не было спонтанным решением, напротив, женщина долго шла к разводу. Дело в том, что годами супруги фактически существовали отдельно друг от друга. Катализатором к разрыву для Ирады стала новая любовь. «Я решила все закончить, когда поняла, что у меня начинается роман», – признавалась журналист. Сказала Алексею, «давай разведемся, потому что мы оба должны быть счастливы. У тебя и у меня есть на это шанс, давай им воспользуемся. Нам не так много времени осталось. Зачем тратить его на то, чтобы устраивать сложные отношения?» Леша меня услышал сразу. Да и за 20 лет брака, «я ни разу не говорила о разводе». С военным корреспондентом Александром Евстигнеевым журналист познакомилась на работе. Они пересекались все чаще, а после возвращения мужчины из Донбасса Зейналова осознала, что дружеские отношения вышли на новый уровень. Пара пыталась скрыть роман от общественности, пока новость о свадьбе влюбленных в декабре 2016-й не сообщила младшая сестра Ирада Светлана. Деталями личной жизни супруги не делились, однако подписчики Ирады Зейналовой уверены, семья получилась крепкой и гармоничной.